Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфас, Меллиру это отличная группа с недорогой прокачкой. Также грубо заботитесь о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей ПС4. В общем, ссылка есть в описании. Всем здарова ребят, с вами я Антромир и я хочу извиниться за столь долгое отсутствие, ведь у меня помер комп. Ну а сейчас всё в норме и я выпускаю новый глич на копирование. Что ж, для самого глича нам понадобится база, в котором должна стоять бесплатная легия, а также бункер с ПКП с функцией автохранилища, ну и конечно же машина для копирования. Ну ещё я хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам с никами Антон Белов и Казак 05 за то, что они оформили спонсорскую подписку на мой канал. Ну а если ты также хочешь оформить спонсорскую подписку, то ссылку для тебя я оставлю в описании. Ну или ты просто можешь нажать синюю кнопку спонсировать. Ну а перед началом самого глича я хочу тебя попросить подписаться и поставить лайк, ведь до 10 тысяч осталось совсем немного, и именно твоя подписка мне поможет в достижении этой цели. Ну а также не забывай про наш дискорд сервер, ссылка на него есть в описании, там ты можешь найти людей, с которыми можно весело провести время, или например они тебе помогут с любым не соло-гличом. Ну а теперь погнали к самому гличу. Ну и для начала мы просто переходим в редактор и далее заходим в настройки, геймпад и там меняем тип прицеливания на свободный прицел, если вы играете на консоли, или на помощь прицеливания полная, если вы играете на ПК. И далее мы грузимся в сессию по приглашениям, чтобы нам никто не мешал. После прогрузки в бункере мы бежим к нашему ПКП, где стоит наша машина для копирования. В моём случае это всеми любимая Иси. Далее просто садимся в неё и выгоняем, и ставим так, как нам угодно. И после этого действия мы должны выйти из нашего бункера. Далее нам нужно сделать так, чтобы на нашей карте отображались дела. Для этого переходим в меню взаимодействия, параметры отображения, дела и ставим пользовательский отображать все. И далее нам нужно вызвать бузер через меню организации. Ни в коем случае не вызывайте личный транспорт. Ну а далее мы просто летим до нашей базы, где стоит бесплатная легия. Далее после того, как мы оказались на нашей базе, мы должны подбежать к нашему ассистенту. И тут начинается сама забаговка. Нам нужно открыть меню ассистента и меню паузы. После этого мы переходим в стартовый набор преступной организации, сидим там где-то секунд пять, позже переходим на общую карту. И тут обратите внимание на то, какая кнопка у вас отвечает за назад. На PS4 это кругляшок, а вот на Xbox я не знаю. Далее после того, как вы нашли кнопку, вы начинаете делать, чтобы у вас появилось вот это окно. Это окно вы подтверждаете и сразу же после подтверждения вы начинаете спамить кнопку назад. И как эффектом этого глича у вас должна появиться вот эта бесконечная загрузка. Ну а далее все по старинке, бежим к нашей бесплатной легии. Ну а далее мы просто должны сесть в нее и присоединиться к любому челику с другим режимом прицеливания. Сделать это можно через сообщество. После присоединения у нас появится вот это окно. На этом окне вы зажимаете газ, подтверждаете его, отклоняете второе и подтверждаете третьим. И как эффектом у вас должен забаговаться гараж. После пяти секунд вас выкинет из него. Если вы появились в каком-то левом месте на улице без машины, то значит вы сделали все правильно. Далее любым способом добираемся до нашего бункера, но ни в коем случае не вызываем личный транспорт. И да, во время этого глича я словил небольшую аномалию, ведь я был в сессии по приглашениям совсем один и я видел чат каких-то игроков. Если вы словили такой же эффект, то не пугайтесь. После возвращения в бункер вы заметите, что ваша машина для копирования осталась на том же месте, в каком вы ее и поставили. Далее на таком эффекте мы садимся в нашу машину для копирования, загоняем его в ПКП и соглашаемся на замену. Поздравляю, машина скопирована. Оригинал у вас улетает на базу, а Дюб остается в ПКП. Чтобы продолжить копирование, повторяйте все действия с ассистентом заново. Ну и на этом все, вот такой вот глич показал. Если я тебе хоть как-то помог, то подпишись на канал и поставь лайк, ведь до 10 тысяч осталось совсем немного, именно твоя подписка мне поможет в достижении этой цели. Также не забывай про наш дискорд, все полезные ссылки есть в описании. С вами был Натромер, всем пока-пока и удачи!